Проект совершенствования пенсионной системы. В четверг правительственная инициатива предстала перед депутатами Государственной Думы. Те, кто считают, что законопроект далек от совершенства, в этот день по всей стране вышли на пикеты. В Иванове у пенсионного фонда собрались молодые коммунисты. Сейчас в Государственной Думе рассматривается вопрос о повышении пенсионного возраста. Данная акция проходит по всей России, то есть во многих регионах молодые коммунисты протестуют против этого пенсионного геноцида. Нет пенсионному геноциду! Нет пенсионному геноциду! Нет пенсионному геноциду! Пикетирующих меньше 10 человек. Для серьезной заявки на протест, прямо скажем, маловато. Зато каждый со своей историей, порой очень личной и болезненной. У меня отчим получает инвалидскую пенсию. У полторы тысячи у него был недавно инфаркт миокарда. Ему сейчас 55 лет. То есть фактически до пенсии по новому законодательству ему останется лет 10. То есть лекарства очень дорогие, под 6 тысяч рублей он покупает. И фактически дожить до такого пенсионного возраста, который сейчас полагается, фактически нереально. Те, кому реформа должна принести только плюсы, в первую очередь в виде повышения пенсии, мимо проходить тоже не спешили. Переживают не за себя, а за детей. У меня дочь скоро на пенсию уходит, через 3 года. И вот тоже я не согласна. Потому что я лично, может быть, к этому делу не относится. Проработала 41 год педагогом. За двоих детей, я думаю, мне добавили рубль 40. Такой закон. И вот я, конечно, против, чтобы дочь хоть вовремя ушла на пенсию. Ну, хоть, может быть, год какой-то добавить, но никак. Сколько там, 8, что ли, они хотят. Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект об изменениях в пенсионной системе. За проголосовали почти 73% парламентариев. Судьба реформ окончательно будет решена уже в осеннюю сессию. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.